Итак, мы продолжаем наш семинар на тему поля деятельности для души. Этот семинар связан с стеклом из Бхагавадгиты, который звучит таким образом. Мы с вами разобрали Махабутань. Махабутань – это значит Махабута, пять первоэлементов, которые составляют материальный мир. Мы также разобрали Аханкара, то есть второе слово. И мы теперь разбираем с вами Будхир. Будхир означает разум. Итак, существует два типа разума. Существует материальный разум, существует духовный разум. Духовный разум находится в духовном мире у духовных живых существ. Мы тоже имеем духовную природу, поэтому у нас тоже есть духовный разум. Духовный разум – это атрибут сознания и души. У души существуют два основных аспекта. Это эго, истинное эго души и сознания. Сознание души имеет в себе, включает в себя разум, ум, чувства и духовную энергию. Духовная энергия души в материальном мире действует только в том случае, если человек поступает бескорыстно. В противном случае духовная энергия души в материальном мире направлена только на приемы. Она не действует, активно не действует. Она только принимает. Этот прием или желание получить служение от сверхдуши называется желаниями души. То есть душа в материальном мире имеет только желания, но она не действует. Потому что душа может действовать только с помощью духовной энергии. А духовная энергия действует в сфере бескорыстия. То есть сфера бескорыстия означает духовный мир. В материальном мире действует только в том случае, если человек поступает бескорыстно. В противном случае духовная энергия души в материальном мире направлена только на приемы. Она не действует, активно не действует. Она только принимает. Этот прием или желание получить служение от сверхдуши называется желаниями души. То есть душа в материальном мире имеет только желания, но она не действует. Потому что душа может действовать только с помощью духовной энергии. А духовная энергия действует в сфере бескорыстия. То есть сфера бескорыстия означает духовный мир. В духовном мире нет корысти. В материальном мире или корыстном мире душа просто желает. Она ничего не делает. И поэтому существует для того, чтобы душа по своему желанию, попавшая в материальный мир, могла здесь действовать. Для этого она должна руководствоваться какими-то принципами. То есть она должна чувствовать. Потому что душа может действовать только с помощью духовной энергии. А духовная энергия действует в сфере бескорыстия. То есть сфера бескорыстия означает духовный мир. В духовном мире нет корысти. В материальном мире или корыстном мире душа просто желает. Она ничего не делает. И поэтому существует для того, чтобы душа по своему желанию, попавшая в материальный мир, могла здесь действовать. Для этого она должна руководствоваться какими-то принципами. То есть она должна чувствовать вкус к счастью какому-то. Потому что душа живет для счастья. Существуют три силы, которые действуют внутри духовной природы души. Это вечность, знание и счастье. Знание необходимо для того, чтобы почувствовать счастье. Вечность дает гарантию постоянного счастья. Таким образом, душа уверенно действует в духовном мире. Понимая, что нет никаких причин чувствовать себя несчастной. Вечность дает гарантию, что счастье будет всегда. В материальном мире душа чувствует, что вечности не хватает. Она постоянно кончается. Знания также не хватает. И счастья не хватает. Тем не менее, душа, имеющая желание наслаждаться независимо от Бога, не желая служить, пытается проверить свою эту концепцию. Действительно ли это совсем уж безысходная ситуация, когда действовать приходится только на свое собственное благо, во имя своего собственного блага. Или может быть это не совсем безысходная ситуация, может быть здесь есть какие-то наслаждения. Душа изучает это с помощью материального разума. Материальный разум это фактические материи, просто материя, тонкая материя, имеющая очень тонкую природу. Если взять и понять, пытаться понять, что такое материальный разум, фактически материальный разум создан из эгоистической концепции счастья. То есть сначала в материальном мире возникло прадам, то есть прадам превратился в махататтву. Махататтва это и есть материальный разум фактически. Или, и также его называют еще изначальным эгоизмом, то есть ложное эго само по себе, чистое ложное эго, не оскверненное еще деятельностью живых существ. Или материальный разум, чистый, не оскверненный деятельностью живых существ. В принципе это одно и то же. Трудно провести разницу, то есть никто мне не мог объяснить, в чем разница заключается. Материальный разум создан из ложного эго, и фактически материальный разум становится таковым, только когда приходит время, начинает действовать в материальном мире, и гунастрастие появляется. То есть фактически материальный разум способен существовать только в гунестрастие. Если мы начинаем действовать в благости, то есть мы начинаем действовать бескорыстно, то материальный разум не уже не действует, действует духовный разум. Самое удивительное заключается в том, что именно в этом состоянии сознания душа начинает жить. До этого она просто желала. Точно так же можно привести пример, как больной лежит на кровати, и он постоянно чего-то просит. Он говорит, дайте мне то, дайте мне это, дайте мне то, дайте мне это. И как бы сверхдуша, будучи нянечкой живого существа, она постоянно удовлетворяет все наши желания. Но как только человек входит в состояние благости, то в это время он еще не способен понять, что служение является единственной сутью его существования. Но он чувствует вкус уже от бескорыстной деятельности, он начинает чувствовать этот вкус, и он начинает действовать, действуя бескорыстно, он таким образом действует уже. Душа начинает действовать, она начинает вставать, ходить возле постели, чего-то делать. Душа не может делать что-то корыстное, поэтому она действует, делает все бескорыстно, она пытается служить своей нянечке, Она пытается встроить с ней свои взаимоотношения. И также она слушает всем остальным, кто принимает участие в ее жизни. Но это возможно только в том случае, если душа действительно пытается освободиться от своих прошлых желаний материального счастья. Оказывается, что наши желания в этом мире имеют абсолютную природу. Это значит, что они никогда не бывают так, чтобы они не сбылись. Желания являются самой могущественной силой. И наши желания являются самой могущественной силой. Кроме силы Верховного Господа, нет более могущественной силы, чем сила желаний живых существ. Потому что Господь не может не удовлетворить желания живых существ. Он обязательно их будет удовлетворять. И в этом заключается наша проблема. Потому что у нас желания вылетают из головы, как понос. И в результате этого все, что мы желаем, должно осуществляться. И это осуществляется с помощью сил, которые называются бунны материальной природы. Однако же желания не просто так вылетают из головы. Следует знать, что все желания находятся под полным контролем материального разума в материальном мире. И также в духовном мире все желания находятся под полным контролем духовного разума. Поэтому следует знать, что культивирование разума является самой серьезной деятельностью, которая только существует в этом мире. Мы должны заниматься только одной деятельностью фактически. Веды говорят, мы можем копить силы. Мы можем совершать аскезы. Совершая аскезы и жертвоприношения, мы копим силы и очищаем сознание. Жертвоприношения очищают сознание, аскезы копят силы. Можем заниматься двумя этими вещами. Но в Бхагавадгите говорится, что в конце концов все это делается ради знания. Ради знания о чем? О том, что такое счастье. Мы живем ради счастья, ради ананды. Душа состоит из вечности, знаний и блаженства. Блаженство кульминации существования души. Любовь к Богу является самым высшим проявлением деятельности души. Стремление к вечности не приносит нам полного счастья. Стремление к вечности или желание раствориться в брахмане, это не то, что мы хотим. То же самое стремление к знанию или гьяна, духовное знание гьяна, оно не дает нам ничего, кроме гьяны. То есть опять же мы растворяемся в брахмане. Но стремление к счастью дает нам действительно способность жить, действовать. Душа в духовном мире даже может бездействовать. Она когда находится в брахмане, она просто испытывает счастье, опять желает. То есть это не является по большому счету даже освобождением. Потому что душа, освобождаясь от материального мира, не освобождается от моего желания бездействовать. Оно находится, это желание бездействовать, оно хоть в материальном мире функционирует, хоть в духовном, разницы никакой нет. Поэтому воистину освобождена та душа, которая действует, способна действовать. То есть оковы материального мира и оковы брахмана, они ничем не отличаются. В материальном мире душа желает просто, и в этом заключаются ее оковы. Она не хочет делать ничего, она просто желает. Понимаете? Так и в брахмане тоже душа ничего не хочет делать, она просто желает, и все. Она желает счастья и получает свою счастье. Да, приходит время, она свою счастье теряет. Потому что говорится, что в брахмане душа движется вместе с сиянием, исходящим из Господа. Она движется куда? По направлению к материальным вселенным. Сияние Господа направлено в сторону материальной вселенной. Господь Махавишну лежит на причинах, водах причинного океана. С него исходит сияние. Между сиянием Господа и материальным вселенным находятся те души, которые живут в имперсональном освобождении. Они движутся постепенно к материальным вселенным, и их освобождение не является вечным. Они постепенно попадают в материальный мир, потому что душа хочет действовать. Она не может бездействовать. Но так как она просто желает, ее деятельность, она совсем не совпадает с деятельностью живых существ в духовном мире. В соответствии с тем, где она может действовать, туда она и движется, такая душа. Итак, существует материальный разум. Материальный разум предназначен для того, чтобы мы почувствовали вкус материального счастья. Именно в материальном разуме существует знание о том, что материальное счастье действительно является счастьем. Существует три вида знания о том, что материальное счастье является действительно счастьем. И поэтому в материальном мире существует три вида истины. Первое. Материальное знание благости означает, что человек должен действовать бескорыстно во имя окружающих живых существ, во имя Бога. Вот. Но при этом нет необходимости, как бы, нет необходимости желать, желать служить только Богу. Можно жить в принципе и в этом мире. Нет необходимости жить где-то в другом месте. Вот. Здесь тоже хорошо. Если ты бескорыстно действуешь, согласно знаниям шастры, если ты действуешь бескорыстно, по знанию шастры, зная шастры, то в этом случае ты тоже счастлив. Здесь можно быть счастливым в этом материальном мире. В духовном мире тоже, конечно, хорошо, но духовный мир далеко, и до него еще не добиться, не достигнуть. Но в материальном мире на самом деле можно действовать бескорыстно и быть счастливым. Поэтому материальный разум может действовать также в благости. Но при этом концепция счастья в материальном мире, она все равно преобладает. Поэтому здесь нельзя сказать, что эта деятельность в благости является действительно благостной. Потому что цель – материальное счастье. Так такие люди, которые как бы действуют бескорыстно, согласно шастрам, посвящают себя, живут на благо всех живых существ, посвящают себя высшей истины. Не, но в конце концов желают счастья для себя, а не для Бога. Желают счастья для себя, а не желают счастья для Бога. Не желают служить Богу. Такие живые существа попадают на высшие райские планеты. И там наслаждаются потом тем, что Бог служит им. Он удовлетворяет всех их желания. Они накопили желание. Они накопили служение. Бог должен отдать назад. Поэтому Бог им отдает все благо, которые они сами сделали для всех живых существ. Они могут там наслаждаться 10 тысяч лет, 100 тысяч лет. Пока не кончится их тот запас благочестия, то, что они сделали бескорыстно для окружающих живых существ, пока это не кончится, они будут там жить в материальном мире. Итак, разум страсти и разум благости говорит. Знание, благостное знание – это истина, которая действует в материальном мире. Истина означает то, что кажется счастьем. То есть, истина в материальном мире иллюзорна. Она кажется счастьем. И эти истины, они выражаются в пословицах благостной истины. Любишь кататься, люби и саночки возить. Это такой вид пословицы. Без труда не выловишь рыбку из пруда. Не в деньгах счастье. Не имея 100 рублей, а имея 100 друзей. То есть, эти пословицы, они все указывают на присутствие бескорыстия. И необходимости заниматься деятельностью. То есть, без труда не выловишь рыбку из пруда. Деятельность означает, надо действовать в этом мире. Любишь кататься, люби и саночки водить. Если ты хочешь наслаждаться, наслаждаться хочешь – трудись. Вот. Саночки человек ведет бескорыстно. Он же не может, когда видео везет саночки, он же не может в это время ехать с горки. Правильно? Некоторые пытаются, сидя на саночках, подниматься в горку. Но это очень неудобно. Надо встать бескорыстно и поднимать саночки в горку. Тогда ты потом сможешь с горки съехать. Так действует разум благости. На самом деле, разума в благости не существует. Существует только страстный разум. Разум находится всегда под влиянием гуны страсти. Потому что гуна страсти означает присутствие корысти. Но, однако же, материальный разум, страстный разум может быть в достаточно сильной степени очищен от гуны страсти и гуны благости. И поэтому кажется, что человек очень благостный. Он вроде бы действует хорошо. Он повторяет молитву, служит всем. Но если взять мотивы, для чего он это делает? Мотивы потом скрываются. Он зарабатывает много денег, он делает себе карьеру, он делает себе славу, он делает себе производство какое-то, еще что-то. То есть, результатом его служения является то, что он начинает богатеть. Начинает иметь славу, почет, хорошую жену, наслаждение. Он счастлив в этом мире. Он говорит, мне хорошо с предными жить. Я тебе получаю все благо, какие только имею. Я не хочу работать с корми, потому что они нечестные, предны честные. Они дают мне возможность иметь средства на жизнь, мое счастье зависит от них. Поэтому я буду общаться с предными, я буду жить с ними. Это деятельность материального разума в благости. Такой человек не понимает, что предные даны для того, чтобы им служить. Он, конечно, служит им, но цель его служения другая, чтобы они принесли ему счастье. Материально здесь, в этом мире. Но это не то, что нужно для души. Душа продолжает бездействовать, она желает счастья здесь. Хоть она и действует в какой-то степени, но она бежит на самом деле в другую комнату. Этот больной бежит в другую комнату. Служит сверхдуша только для того, чтобы она пришла. А когда она приходит, он ложится опять в постель и говорит, дай мне вот это. Свердуша чем-то занимается в соседней комнате. Душа встает с постели, приходит к ней, начинает ей помогать. Она говорит, ты хочешь мне служить? Душа говорит, да. Ну пошли тогда в ту комнату, что ты хочешь мне сделать для меня? Вот. Свердуша приходит, и душа ложится спать и говорит, дай мне, пожалуйста, судно. Я хочу помочиться. То есть фактически результат тот же самый, что так душа просит сверхдушу, дай мне судно, что она трудится для нее, а потом опять просит судно, когда уже сверхдуша думает, что сейчас все будет хорошо. Ну как бы на самом деле сверхдуша все понимает. Ну просто так действует живое существо в материальном мире. Но не понимает, что самое высшее счастье – это служение. Разум страсти действует несколько иначе. Он уже не думает о какой-то бескорыстной деятельности. Разум страсти полностью обманут материей. Материальное представление о счастье у человека, находящийся под контролем разума в страсти, настолько сильны, что ему кажется, что он абсолютно бескорыстен по отношению к окружающим людям. Но на самом деле его деятельность никогда бескорыстной не бывает совсем. Ему кажется, что он абсолютно бескорыстен. Он что-то делает, он хочет помочь всем. Ему так кажется, что он действует бескорыстно. Но на самом деле он всегда ждет прадов своего труда, такой человек, находящийся под влиянием разума в страсти. Он хочет от окружающих людей взаимности. Он хочет, чтобы ему платили деньги. Он хочет, чтобы ему помогали все. Он хочет благодарности, славы, почета, уважения и так далее. Таким образом человек, находящийся под влиянием разума в страсти, он видит счастье в том, чтобы наслаждаться. А не в том, чтобы служить. Если человек в благости, он испытывает какое-то счастье от служения и не прочь понаслаждаться потом в результате, когда приходит счастье само по себе. То человек в страсти, он вообще не хочет служить, по идее. У него мотивом служения является то, что люди, которым он служит, принесут ему благо. Самое удивительное, что человеку в страсти кажется, что он действует абсолютно благостно. Поэтому человек в страсти, когда качество, допустим, полубожественных и демонических натур перечислить человеку в страсти, он посмотрит, послушает и скажет, вот все божественные качества это мои. То есть я считаю, что у меня все божественные качества есть на самом деле. Я хороший человек. А демонические качества у моей жены или у моих детей, которые меня не понимают, они на самом деле не понимают мою возвышенную природу. И поэтому они действуют не так, как хотелось бы. А на самом деле, как бы я, они мне недостойны, эти люди. Таким образом, человек в страсти, он считает всех окружающих людей недостойны ему. Он считает свою судьбу неудавшейся, свою жизнь неудавшейся. Он считает, что он достоин большего. Он говорит, я сто всю жизнь отдал людям. Я трудился для них. Они на самом деле мне ничего не сделали. Они мне не дают счастья. Я живу для них. Я живу для жены, живу для детей, живу для окружающих людей. Но они недостойны моей деятельности. Почему? Потому что они мне не приносят счастья, они меня не прославляют. Они не действуют так, как я хочу. Понимаете? Люди в страсти говорят, вот если ты для меня вот это сделаешь, тогда я для тебя это сделаю. А если ты не сделаешь, значит я дождь для тебя не сделаю. Но это уже страсть, смешанная немножко с невежеством. Настоящая гуна страсти действует таким образом. Человек проходит курсы по бизнесу, действуя в страсти, он проходит курсы по бизнесу. И он понимает, что для того, чтобы люди трудились для тебя, для этого надо их уважить. И поэтому он ходит, всем улыбается, говорит, пожалуйста, купите у нас товары. Вы такой хороший человек, мы вас очень любим. Он приходит, покупает у них товары, они получают свои блага материальные. Думают, как классно. Мы с женой тоже в гуне страсти, какие у них отношения. Они говорят, пожалуйста, дорогой мой муж, я так хочу к тебе постирать белье. Не сходишь ли ты в магазин за хлебом? Вот такое. Цель всех этих слов и стирки белья, это сделать так, чтобы он пошел в магазин за хлебом. Удовлетворил таким образом ее. На самом деле других желаний нет. У них желания бескорыстной деятельности. Есть желание что-то получить. Это означает стопроцентная деятельность гуна страсти. Ничего больше. Таким образом, человек, который находится под влиянием гуна страсти, у него полностью разум скрыт иллюзии. У него нет никакого понимания, что такое истинное счастье. Он просто действует в угоду. Своему, в угоду себе. И поэтому человек, находящийся в страны, в страсти, на самом деле сам вообще не действует. Действует только гуна материальной природы. Он вообще не живет. Он не живет. Он является рабом гуна материальной природы. Потому что душа, она не может действовать корыстно. Корыстно может действовать только тело, наполненное эгоизмом. И тело, и эгоизм имеют материальную природу. Душа всего лишь желает наслаждаться материей. И так, почувствовав вкус материального счастья, душа начинает устремляться очень сильно к материи. Для того, чтобы наслаждаться материей, ей нужны материальные чувства, материальный разум, материальный ум. Материальные чувства, хватаясь за объект, сразу говорят материальному разуму. Это истина. Вот оно, счастье. Ты должен действовать во имя этого счастья. Поэтому материальный разум, он многоветвистый. Так как в материальном мире много объектов для наслаждения. Поэтому чувства, какие ухватят какой объект сильнее, туда и разум и поддается в эту сторону. То есть, многоветвистый разум означает многоверный. Нет одной веры. Нет одной веры у такого разума в страсти. Он имеет несколько, много вер. Понимаете, эти много вер, они возникают, они как бы активизируются в тот момент, когда гуны направляют живое существо к тому или иному объекту. Он увидел компьютер, у него появилась вера в компьютер. Он увидел женщину, появилась вера в женщину. Он увидел ребенка, родившегося только что. У него появилась вера в ребенка, что ребенок ему принесет счастье, что он гений, что ради него стоит жить. У него появился, появилась до дом. Он думает, то, вот дом мне принесет на самом деле счастье. Здесь я смогу спокойно заниматься при этом служением. Никто мне не будет мешать. На фестивале ездить нет смысла, потому что там беспокойство одни. Суета, бегают все дома спокойно, тихо. Надо правда, чтобы дом подержишь, надо работать. И поэтому будем работать потихоньку, а время свободное будет оставаться, будем заниматься духовной практикой. А его не будет оставаться. Почему? Потому что человек, который находится под влиянием гуны страсти, разум человека, который находится под влиянием струга гуны страсти, он не может дать счастье Дживе. Джива не получает счастья в гуне страсти. Она получает надежду на счастье. И поэтому Джива, которая находится под влиянием гуны страсти, она строит планы, надежда означает планы, она планирует свое счастье на будущее. Она говорит, вот у меня есть дом, но это еще не счастье, его надо обставить мебелью. Обставить мебелью, она думает, это еще не счастье. На самом деле нужно усовершенствовать это все, нужно дорогие вещи какие-то, компьютеры, музыку какую-то обставить. Это обставили, это еще не счастье. Нужно дачу, машину и все прочее, жену. Жена есть любовница, нужно это тоже еще не счастье. Надо быть более максимально... Максимально... Жена есть, но что такое? Нет счастья. Надо любовницей, тогда будет счастье. То есть разум в страсти говорит, что счастье на самом деле в будущем. Надо просто сжить ради будущего. Птица счастья завтрашнего дня Прилетела крыльями звеня Выбери меня, выбери меня Птица счастья завтрашнего дня Это песня в гуне страсти Типичная гуна страсти Птица счастья завтрашнего дня Выбери меня Она прилетит завтра, да Она никогда не прилетит сегодня Вот в чем проблема Поэтому человек в страсти, он никогда не сможет быть счастливым. Он живет для завтрашнего дня и незаметно до себя умирает. Он говорит, вот сейчас я учусь в школе, в школе учусь, вот когда диплом получу, тогда буду счастливым. Диплом получил, вот когда я на работу устроюсь на хорошую, тогда буду счастливым. На работу устроился, вот когда я положение на работе достигну, тогда буду счастливым. Достиг положения, вот когда я накоплю денег на учебу своим детям, тогда буду счастливым, накопил деньги. Вот когда дети мои обустроятся в семейной жизни, тогда буду счастливым, обустроились. Вот когда внуки родятся, тогда буду счастливым, родились. Вот когда раз и умер. Все. Жизнь в гуне страсти означает думание о будущем постоянно. Но человек, который находится под влиянием разума, это в гуне страсти, он же должен как-то понять свою никчемность, свое положение. И поэтому существует сила, которая называется поварга. Сила это называется поварга. Это сила, действующая в материальном мире. Сила, которая вводит живое существо в деградацию, в неминуемую. Сначала человек вовлекается в чрезмерный труд. Потом появляется поварга, означает там санскритские слова. Поварга вообще это означает комбинация букв определенных в санскритском алфавите. ПА, ПХА, БА, ПХА, МА. Вот такая комбинация букв. ПА означает чрезмерное усилие на санскрите. ПХА означает усталость. БА означает разочарование. ПХА означает страх. И МА означает смерть. Мритью. Итак, там эта деятельность, как бы эта поварга означает, что человек в материальном мире, попадая под влияние гудной страсти, сразу начинает чрезмерные усилия совершать. Он сильно перенапрягается, желая получить счастье. Почему же в духовном мире живое существо ведь тоже активно действует? Почему оно не перенапрягается? Как вы считаете? Почему оно напрягается сильно, но не перенапрягается? Действует бескорестное. Но оно бескорыстно действует, но оно сильно напрягается. Почему не перенапрягается? Так что результаты метода с желанием, с желанием. Как бы ваш ответ близок, но неправильный. Оказывается, перенапряжение означает, что я действую. То есть, что такое перенапряжение? Перенапряжение или усталость возникает от неудовлетворенности. Когда человек трудится в состоянии счастья, он не устает. Он может трудиться бесконечно. Потому что усталость означает, что не хватает счастья. Понимаете? Не хватает энергии. Счастье питает тело, дает отдых. Счастье дает отдых телу. Когда человек действует в сугуне страсти, он куда направляет? Он от кого счастья ждет? Со стороны. От людей. От людей. Он от природы, от людей он ждет счастья. Вот. А человек благости действует. От кого он счастья ждет? От Бога. Бог, он никогда... Можно изнутри сказать, да, от сверхдуши. Бог никогда не бывает неблагодарным. Бог никогда не бывает неблагодарным. Он всегда благодарный. Понимаете? Поэтому, сколько бы человек бескорыстно ни делал, счастье всегда возвращается немедленно. Поэтому живое существо, которое действует бескорыстно, оно никогда не устает от этой деятельности. Ей всегда нравится действовать, продолжается оставаться энтузиазм. Усталости нет. Но живое существо, которое действует корыстно, оно ей и благодарности нету. Оно действует, действует для других живых существ, пытаясь получить от них счастье. А получает комбинацию с трех пальцев, в конце концов. И в результате этого появляется очень сильная неудовлетворенность, которая называется усталостью. Потом эта усталость превращается в депрессию, разочарование. Дальше появляется страх. Как дальше жить? Что это такое? А сильное отчаяние, потом страх. В основном эти этапы погружения в гуну страсти соответствуют определенным возрастным категориям. В принципе, все это должно научить человека жизни. И он должен перейти в гуну благости в конце жизни. Но ноги не переходят. Они наоборот становятся безумцами просто. Вот смотрите. Сначала возникает чрезмерный труд. Счастья нет. Человек думает. Вот на самом деле, мне не повезло в этой жизни. Возникает усталость. Он разочарован. Это обычно до 45 лет где-то он пашет, как пышак. И потом где-то после 45 он думает, да, что-то я не добился своего в жизни. Наверное, не повезло. У него возникает усталость. Потом дальше он смотрит, что сколько он не трудился, все они на самом деле неблагодарны ему. Поэтому у него возникает разочарование. Третья стадия. Дальше он начинает бояться. Он боится, что он даже до конца жизни не получит своего счастья, что скоро смерть. Вот. И так оно и происходит. Приходит смерть. И он в жалком состоянии сознания. Крипанас, купец, который жил для себя, в жалком состоянии сознания умирает. Но такие, как мать Тереза, там, они же в благости трудятся. Ну да, она попадает на райские планеты. И есть ли они на ощущение какого-то счастья? Конечно. Люди в благости получают счастье. Я бы говорил про разум страсти. Разум страсти – это разум скупцов, которые не хотят действовать бескорыстно совсем. Что бы они ни делали, они хотят выгоды. И энтузиазм к деятельности у них возникает только в том случае, если есть выгода. Например, человеку говоришь, скопай ямку, пожалуйста, посадь дерево. Он говорит, у меня сил нет, извини. Ты ему говоришь, 100 рублей тебе дам. Он говорит, о, теперь силы вроде появились, да. Я покушал недавно, у меня силы все-таки сейчас появились уже. Начало перевариваться, силы появились. И он раз, и это вскапывает, все, сажает дерево, все, 100 рублей, говорит, давай. То есть, люди в страсти получают энтузиазм, только когда есть нажива, выгода. Плоды, они стремятся к плодам. Люди в благости любят труд, они им не нужны плоды, они любят сам труд. Люди в страсти хотят плодов всегда. В этом заключается разница. Разум в невежестве привлечен идеей, которая говорит, на самом деле, вот смотри, в этом мире много несправедливости. В этом мире много несправедливости, и эта несправедливость на самом деле не является какой-то проблемой. Просто в этом мире много дурных людей и много умных. Умные люди счастливы, дурные нет. Я умный человек, поэтому я должен быть счастливым в этом мире. А дураки пускай будут несчастными. Это разум, концепция разума в невежестве. Это значит, что я должен их обманывать просто как-то и улететь, и треть. И концепция разума в невежестве, она проявляется даже в духовной жизни нашей. Например, в храме два предных живут, один к другому говорит. Ты знаешь, что чистое предное служение, на самом деле, чистым предным человек становится только благодаря служению на кухне, когда он чистит овощи. Это очищает быстрее всего сознание и дает возможность быстро отправиться в духовный мир. И Шелупрупада хотел, чтобы мы чистили овощи. Вот он говорит ему, а сам потом идет в храм, в алтарную, и повторяет джапу, и думает. На самом деле он просто неофит, пускай пашет. А я очень возвышенная личность, а буду повторять святым на Господу. Мне некогда заниматься глупостями. Пускай он неофит пашет, когда он поймет, что на самом деле я круче. Когда он поймет, он тоже станет крутым, но тогда появится еще какой-нибудь неофит, который тоже можно будет обмануть. Такой человек, который мыслит такими категориями, несомненно, деградирует, потому что его сознание отравлено гуной невежества. Это даже не гуна страсти, потому что он обманывает самого себя прежде всего. Он думает, что пускай остальные на кухне трудятся, я буду заниматься своим любимым делом, мне наплевать на всех. Пускай они занимаются тем, чем хотят. Все равно Кришна мне даст возможность жить так, как я хочу. И так Кришна и дает, потому что человек, находящийся под влиянием гуна невежества, он же тоже должен удовлетворять свои желания. Поэтому человека, который находится под влиянием гуна невежества, первый этап Кришна ему дарит. У него есть благочестие, Кришна ему дарит все, что он хочет. Он говорит, я хочу банк ограбить. Кришна говорит, нет проблем. Но я хочу так ограбить, чтобы никто не узнал. Нет проблем. Он берет, идет, грабит банк, никто не узнает. Он думает, экстаз. Значит, все есть это счастье, значит, есть такое счастье. Несправедливость, она торжествует. Поэтому справедливости нет. Пускай работает железная пила, не для того меня мама родила. Пускай думает лошадь, у нее голова больше. Такой человек, у него своя философия, это правда в невежестве. Правда в страсти тоже есть. Счастье не в деньгах, а в их количестве. Правда в страсти. Правда в невежестве. Вот такие пословицы, которые утверждают силу невежества. И люди в невежестве, они на самом деле просто сжирают плоды своего прошлого благочестия своими поступками. Они действуют, и благочестие постепенно кончается. И когда оно кончилось, в этот момент вдруг его преступления начинают скрываться, одним за другим. И он в результате попадает в тюрьму. И в тюрьме он думает, на самом деле, что-то я недорассчитал. Расчеты на самом деле были неправильными. Вот я отсижу 10 лет в тюрьме. Ради того, чтобы пожить, я готов даже сидеть 10 лет в тюрьме. А потом я приду, и мы с паханами на самом деле закрутим нашу карусель. То есть у них свой язык еще, жаргон тоже находится в невежестве. У людей в страсти тоже свой язык есть. Как вы думаете, какой он? Интеллектуальный термин. Да, накрученный всевозможными интеллектуальными терминами. С точки зрения банальной эрудиции, там, т, 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 и понеслась. То есть люди в страсти, они очень много, они увеличивают профессиональную терминологию очень сильно. И запутывают сознание, мозги всех людей. Когда человек в страсти говорит, он говорит так научно, что понять вообще ничего нельзя. Его язык очень научный, сугубо терминальный. Цель такого языка это, чтобы все меня уважали. Так говорит таким языком, потому что он же непонятен. Зачем тогда говорит таким языком? Чтоб ко мне все испытывали уважение. Брахман эманирует в боговам. Такими терминами. Предный тоже любит так щеголять. Когда гоно-страсти влияет достаточно сильно, они начинают щеголять терминами, невозможно понять ничего, что он хочет иметь, хочет сказать этим самым. Вот. И таким образом надо понять эту идею, что разум в невежестве, он просто-напросто деградирует. Потому что самой концепции «носи счастье в насилие» просто нет. Человек в страсти, он все равно трудится. И так как он трудится, он какое-то счастье получает. У него счастье сменяется на страдание. А человек в невежестве просто обманут. Вот свинья же тоже испытывает счастье, правильно, в грязи. Но в грязи не может быть счастье, там одна вонь. Да, на испражнении есть, испытывает счастье. Да, мне счастье, там одна вонь. Счастье означает очищение сознания, прогресс. Живые существа в духовном мире постоянно очищаются и прогрессируют. Таким образом, они испытывают все больше и больше счастья. Анандам Будхи Варданам. Все больше и больше счастья. Но когда живое существо деградирует, как же оно чувствует счастье? Благодаря присутствию гононевежества. Гононевежество дает чувство счастья, но счастья нет. Это просто обман. Так, живое существо катится с горки, оно постоянно деградирует. Но само движение с горы очень радует. Но испытывает наслаждение от самого полета вниз. И когда оно начинает притормаживать, ей кажется, что жизнь дала трещину. То есть, живое существо, которое переходит в гонну страсти, само по себе, находясь в невежестве, ей кажется, что жизнь стала трудной. Заставили работать, заставили то делать, заставили все. Заставили думать о том, что я плохой. В тюрьму попал, заставили думать, что я плохой. Это уже плохо, тяжело. То есть, санки, когда притормаживают, счастье уже останавливается. Когда не совсем вниз падаешь еще, чуть-чуть притормаживаются, счастье останавливается. Люди в невежестве, они счастливы, деградируя. Только тогда у них счастье есть. Когда чем больше дозы наркотиков, тем больше счастья. Чем лучше по морду набил другому, тем больше счастья. Чем больше денег награбил, тем больше счастья. Чем развращением, развратом занимаемся, тем больше счастья. На самом деле к этому разврату мы уже привыкли, надо теперь еще извращеннее что-то там, групповые там виды секса, там еще что-то там, секс в полете на голове, там секс еще какой-то там и все началось, то есть бесконечное, так сказать, усовершенствование, гоня неверства вот этой деградации, вот, с обезьянами, с собаками, с кошками, со всем что-то только есть в этом свете. То есть, это деградация сознания, оно приводит живое существо к животной форме жизни. Итак, давайте теперь немножко разберем, что такое разум вообще. Разум это сила, которая дает нам понимание, что такое счастье. Эта сила находится между верой, то есть между объектом счастья и нами, и живым существом. Но объекты счастья в этом мире, они находятся в разных точках пространства. Как гуны материальной природы действуют? Есть, существуют определенные точки пространства во Вселенной. Эти точки пространства имеют разный вкус и счастье. Они имеют силу того, что они их просто имеют. Каждое место во Вселенной имеет свой вкус счастью, неизменный. Мы приезжаем в Африку, там другая пхава, там по-другому счастье чувствуется. Мы приезжаем в Америку, там по-другому счастье чувствуется, правильно? Везде свое счастье, в каждой местности. И люди в страсти, они чем занимаются? Они как испытывают счастье? Они просто путешествуют. Из одной точки земли в другую приезжают, о, здесь классно, потом там надоедают, в другую едут, о, здесь классно, теперь здесь классно. Они начинают ездить, испытывают счастье с разных точек местности. Но это всего лишь означает, что такое? Привязываться своим разумом к определенной точке местности означает, я верю в эту вселенную, я верю в то, что здесь есть счастье, в этой местности, в этой вселенной. Человек сильно привязывается к тому месту, где он живет. Он говорит, мой город самый лучший, мы ездим по разным городам. Нам говорят, Киев это центр вселенной, самый лучший город Киев на самом деле. Потому что там очень много духовности, там есть Киевская, Печорская, Лавра, там туда-сё. И на самом деле нет таких больше городов духовных, как Киев. Это практически духовный мир. После Вриндавана она на втором месте находится. Омске тоже нам говорят, Омск это самый лучший город на самом деле, там духовный мир находится. Омск, говорят, это центр вселенной, на оси вселенной находится Омск, город Омск. И там ведическая культура из Омска зародилась. А в Киеве, говорят, из-за определенного района Киева, оказывается, ведическая культура пошла. Вот. В Риге нам говорят, что на самом деле изначально это латыши, это арии. То есть они имеют брахманическое сознание, у них всё хорошо, чисто там в городе. Россия вся в грязи. Арии на самом деле это латыши. В Саратове нам говорят, что Саратов самый лучший город на самом деле. Здесь люди очень добрые, хорошие, эзотеричные. На самом деле они лучше всех истину знают. Вот в каждом городе, куда ни приезжаем, везде каждый суслик у себя на поле гранул. То есть везде постоянно, везде самое лучшее там. Там самое лучшее, здесь самое лучшее. Вот. Это означает присутствие разума в куне страсти. То есть разум в куне страсти привязывает человека к определенной местности и тот получает счастье оттуда. Но ведь можно привязаться и не только к местности, к этой, к которой мы живем, можно к другой местности привязаться. Допустим, человек, у которого разум страсти, он привязывается к какой-то планете. Он не знает, что он привязался к этой планете, но он почувствовал вкус счастья оттуда и начинает действовать, сильно желать этого счастья. Понимаете? Но, кстати, он попадает на эту планету. Таким образом, человек в страсти, он, гуна страсти как действует? Она со средних планетных систем привязывает разум человека к определенной точке пространства, к определенному месту в этой вселенной. Она, привязывая его к определенному месту, заставляет его верить в то, что это и есть настоящее счастье. Например, на низших планетах, ниже уровня Земли, существует компьютерная цивилизация, которая роботостей цивилизации, компьютерная цивилизация. И когда человек сильно привязывается к компьютеру, вот здесь счастье, надо только жить ради компьютера. В компьютере счастье находится, он постоянно в компьютерные игры играет. И вот компьютера не оторвать. Он привязывается к низшим планетам. Почему? Потому что компьютерное счастье там находится, на низших планетах. Виртуальная реальность. Там все живут этим. Они живут как дураки. Смотря в этот голубой экран, люди голубых экранов, живые существа голубых экранов. То есть сейчас влияние низших планет, низших райских планет очень сильно на сознание людей. Поэтому мы иначе и стремимся как бешеные к этой компьютерной цивилизации, которая поглощает все наши мозги. Фактически мы приобретаем компьютер, чтобы упростить свою деятельность. Но большую часть деятельности мы занимаемся тем, что обслуживаем этот же компьютер. Мы туда меняем программы одну за другой. Мы туда вводим новое все время. И если разобраться в течение дня, 6 часов уходит на смену программы, очищение компьютера от проблем. Али только 3 часа уходит на серьезную, на самом деле, работу в этом компьютере. Зачем он тогда нужен? Понимаете? То есть сама привязанность к этой идее означает гоно страсти. Привязанность к низшим средним планетам, которые не дают счастья на самом деле, вызывают деградацию. Так действует разум. То есть есть точка счастья, к которой мы в пространстве привязываемся. Есть я. Есть ощущение счастья от этой точки, которая называется верой. Вера рождает энтузиазм двигаться в этом направлении. Разум двигается. Сначала разум двигается, потом мы переносим тело свое. Точно так же, в Шимадбай в этом говорится, как живое, как аромат переносит запахи, так и живое существо перелетает с одной точки пространства на другую, благодаря присутствию веры в этот вид счастья. Как только у нас позародился какой-то вид счастья в сознании, разум уже перетекает в эту точку пространства. И перетекая, он заставляет гуны с этой точки пространства все сильнее и сильнее действовать на нас. Поэтому человека засасывает. Он уже не может жить по-другому. Ему хочется действовать именно согласно этой концепции. Гуны – непреодолимые силы. Если человек испытывает часть от этого, его будет влечь туда. Если он испытывает часть от курения, гуны засасывают его. Это точка пространства определенная. Гуны действуют оттуда, засасывает его разум. И разум начинает двигаться в этом направлении. И гуны, чем ближе разум, тем больше разум действует в этом направлении. Чем больше силы, веры в этот вид счастья, тем сильнее гуны оттуда начинают действовать. Они непреодолимо действуют. Невозможно отказаться от счастья, живое существо не может отказаться от счастья. Оно от жизни может отказаться, оно от счастья никогда отказаться не может. Поэтому и гуны, мы действуем под влиянием гун, как фактически, как мотыльки, которые летят на огонь. Просто неминуемо вызывает это страдание. И только один вид, способ избавиться от этих всех проблем, это поменять свое понимание счастья. Поэтому человек, единственный смысл человеческой жизни заключается в том, чтобы усовершенствовать свое понимание счастья. Надо почувствовать более высокий вкус счастья. Мы должны этим заниматься. Как только мы почувствуем, мы привязываемся к нему. Наша жизнь сама будет меняться, потому что меняются силы, которые на нас влияют. Или мы находимся под влиянием гун, а у нас разум имеется в виду. И тогда мы будем двигаться внутри этой вселенной. Или мы находимся под влиянием духовной энергии, бескорыстной деятельности. Тогда в этом случае мы выходим из влияния материального мира, и наш разум полностью очищается. Таким образом, вера, энтузиазм, решимость, твердость характера, непреклонность, постоянство, это все качество разума, это не качество ума. Потому что они все указывают на связь объекта счастья с нашей природой, с нашей внутренней природой. То есть само движение к счастью означает также деятельность разума. Энтузиазм, решимость, это тоже деятельность разума. Способность понять, что это плохо, это хорошо, это тоже деятельность разума. Разум может бездействовать в этом мире. Сон, это тоже вид существования разума. Когда мы никуда не стремимся, мы просто заснули и все. Ум активен во сне, мы видим сны, но мы никуда не стремимся. Разум может иногда включиться, когда совсем плохо стало. Когда уже тебе нож к горлу во сне подходит, и вот тебя уже хотят зарезать, в это время разум включается, и мы просыпаемся. Мы говорим, я не хочу. Все, разум включается. Хочу, не хочу означает деятельность чувств, но чувства полностью подчинены материальному разуму. То есть чувства, как говорится, что чувства владеют разумом. На самом деле чувства всегда подчинены разуму. Просто разум, он заставляет чувства двигаться в этом направлении материального счастья. Однако же чувства материальные могут собратить духовный разум в материальном мире. Зачатки духовного разума у нас есть, мы хотим действовать бескорыстно, но материальный разум пересиливает, и чувства материальные заставляют полностью потерять крышу. Человек теряет самообладание. Он идет на поводу уже материального разума таким образом. Таким образом, человек, действуя в материальном мире, должен постоянно пытаться очистить свой разум от скверны. И существует несколько типов такого очищения. Самый простой и эффективный тип – это общение с преданными. Человек, воспевая святые имена, которые являются самым действенным методом, есть самый простой метод поддержания чистоты разума, есть самый действенный. Самый действенный – это воспевание святых имен Бога, самое простое – общение с преданными. Человек, общаясь с преданными, без труда преодолевает плохую карму. А воспевая святые имена, он очень быстро достигает больших результатов. Поэтому человек должен заниматься по крайней мере двумя вещами в этой жизни. Это стараться быть всегда с преданными, первая вещь, и вторая – воспевать святые имена как можно больше. И таким образом он достигает успеха в жизни. Но для того, чтобы все это было действительно так, человек должен находиться под руководством кого-то. Невозможно, материальный разум означает «я сам себе господин», он так действует. Духовный разум означает «я слуга». Человек, который хочет действовать с позиции духовного разума, никогда не должен считать себя господином. Потому что максимум чего он достигнет, достигнет материальной благости в этом мире. Человек должен всегда считать себя слугой, и что он живет чьей-то миссией. Чья-то миссия означает, что мне показывает гуру мою цель в жизни. Человек не может сам почувствовать духовную реальность, потому что этому мешают гуны. Гуны – непреодолимая сила. Только из вне к нам может прийти чистота. Чистота приходит из вне благодаря тому, что мы посвящаем себе дело в делу кого-то, то есть делу духовного учителя. Поэтому человек не должен считать, что он сам является властелином своей жизни. Он должен отдать свою жизнь духовному учителю, и тогда его жизнь будет находиться под контролем духовного разума. В противном случае, как бы он ни крутил, ни вертел в своей голове, все равно он будет находиться под влиянием силы материального разума. И его удел – это максимум попасть на райские планеты. Больше ничего ему не светит. Какие вопросы? Хотя вот в середине лекции возник вопрос по поводу. Но все же мы все равно вынуждены заниматься, ведь мы же должны есть что-то, пить, правильно? Мы же должны как-то выживать. Для этого нужны какие-то средства. Когда процесс происходит зарабатывания денег, как вот эту грань поймать между тем, что необходимо и понимать, что я хочу сказать? Я понимаю. Человек, который находится под влиянием гуны благости, у него нет проблем совсем. Работая, он действует не для себя. Он действует во имя Бога. Он знает, что если я действую во имя Бога, Бог обеспечит меня всем необходимым. Он даст мне пищу, даст мне уважение, почет. Если у меня остаются материальные желания, я не могу с ними справиться. Он даст мне там жену, хорошую специальность, престиж, уважение, то, что мне нужно. Но я не хочу действовать для себя, я хочу действовать для Бога. Надо поставить цель. Если человек не крипан, а не скупец, он ставит высшую цель перед собой, поэтому он действует для Бога. Но у него остаются материальные потребности какие-то. Мне приходит, когда человек, мне пришел человек и говорит, вот сделай, помоги мне, сделай мне какую-то работу, услугу, покажи мне. Если я все время буду этим сниматься, я буду с ним ни с кого ничего, денег брать, мне просто не нужно существовать. Как вот найти вот это? Так действует, так думает человек в страсти. Он думает, что если я ни с кого не буду брать денег, то таким образом я и останусь без штанов. Можно проверить, в страсти ты находишься или нет. Можно просто всем говорить, я желаю всем счастья постоянно. И не хочется так говорить человеку в страсти. Он не хочет, потому что какой толк. Точно так же человек, который работает, он думает, какой толк я буду работать, если мне не дадут деньги. Речь не идет о том, чтобы деньги не брать. Человек, который трудится в благости, он действует бескорыстно, но деньги все равно берет. По двум причинам. Первая причина. Он не хочет плодить вокруг себя тунеядцев, потому что если ты трудишься, тебе деньги не дают, люди тебя обманывают. Ты просто не хочешь, чтобы они деградировали, поэтому ты берешь у них деньги. Вторая причина заключается в том, что человек берет их не для себя. Так как все, что у него существует, принадлежит Богу, он действует во имя Бога. Поэтому он не берет деньги, зная, что он будет использовать их для Бога. Например, пиво безалкогольное можно Богу предложить? Нет, потому что это пиво. Поэтому он не покупает пиво, потому что ему не нужно то, что нельзя предложить Богу. С одной стороны, человек ничего плохого не делает, он пьет безалкогольное пиво, не нарушает принципы. Но это гоно благости. А с другой стороны, человек, который действует на духовной платформе, он никогда не будет делать то, что не угодно Богу. Нельзя предложить Богу, как с плоды своего труда. Понимаете? Поэтому человек благости, он тоже действует, но он не делает ничего, что не нужно Богу. В этом заключается разница. Он знает, что нужно Богу. Все знают, что нужно Богу. Мы читаем писание, изучаем. Богу нужно это, Богу нужно то. Он не будет покупать вещь, если нет особой необходимости, которая сделана материалистами с любовью к себе. Потому что эта вещь оскверняет алтарь. Ее нельзя предложить Господу. Поэтому она не приносит счастья. Ради удовлетворения своего желудка нет смысла есть, если человек живет для Бога. Если человек живет для себя, конечно, он будет покупать вещи благости, которые сделали материалисты. Ну, на самом деле там мяса нет, продуктов убить, поэтому он должен покупать. Но будешь ли ты предложать это, предлагать это на алтарь? А если будет, что-то с каким чувством? Насколько у тебя чувство счастья будет? Время предложения такой вещи на алтарь. Сразу появляются проблемы. То есть это означает, что нет никаких проблем, когда человек понимает, что такое духовная платформа. Это надо изучать. Действуя с духовной платформы, человек не остается нищим. Это заблуждение. Те, кто находится в страсти. Потому что когда человек действует с духовной платформы, он не вызывает сопротивление окружающей среды. Он действует бескорыстно, поэтому все ему хотят помочь. Чем бы он ни занимался, он занимается музыкой, все ему хотят помочь в музыке. Он занимается лечением, все ему в лечении хотят помочь. Он занимается тем, все ему в том хотят помочь. Он занимается этим, он бескорыстно продает молоко, все у него хотят молоко покупать. В результате он получает средства на жизнь. Очень просто. Ему не нужно напрягаться, потому что конкуренции нет, борьбы нет. Но чтобы действовать бескорыстно, здесь нужно иметь очень силу большую, потому что на самом деле, когда деньги появляются, хочется еще денег опять, гуна страсти начинает вспыхать, поэтому человек никогда не должен думать, что он не имеет деньги, он должен думать, что деньги принадлежат Богу, у него нет своих денег. В этом случае он, несомненно, впадает в гуну благости и даже на духовную платформу встает. Понятно? Человек должен всю жизнь посвятить Богу, и тогда он выпадает из конкуренции, и у него он без штанов не останется 100%. Более того, он полную защиту от Бога имеет во всех направлениях. Сила знаний начинает культивировать, начинает усиливаться в его разуме, и поэтому он не женится никогда, не возьмет в жены плохую женщину, он не будет рожать плохих детей, он не будет болеть попусту. А если будет болеть, быстро справится с болезнью, а если не справится, не будет обращать внимания, зная, что это его предоснованно, как бы его карма. Таким образом, человек, который встает на духовную платформу, он не имеет никаких проблем. Но очень большая проблема понять это. Кажется, что надо конкуренции, надо выживать, надо действовать в конкуренции, в сфере конкуренции. Это означает скупость, потому что на самом деле человек, который желает всем счастья, на самом деле, кто ему мешает это делать? Никто не мешает. Так же трудиться бескорыстно никто не мешает нам, трудиться бескорыстно. Кто нам может помешать? Что ты так работаешь, что так работаешь, все равно ты получишь результат. Так? Кто знает, корыстно ты трудился или нет? Человек работает на заводе. Он работает, у него должна быть зарплата. Он работает ради того, чтобы принести всем счастье и получает зарплату, один результат. Или он работает, думая постоянно о зарплате. Другой результат. Один человек находится в благости, а другой страсти. Вот и все. И тот, другой получает зарплату. Неминуемо, потому что такого договора. Но один действует в благости, ничего не хочет, но хочет любовь приносить. А другой, крипан, скупец, думает о зарплате. В результате получает зарплату, но счастья не получает. Какой вопрос дальше? Хорошо, у меня тогда есть вопрос. Если вас нет. Если вы действительно слушали эту лекцию, тогда скажите мне, чем отличается разум благости от разума страсти? Разум благости привязан к владам, он привязан к деятельности к самому. Разум благости привязан к деятельности. Человек, который привязан к деятельности, он тоже находится в страсти. бескорыстие не означает разум мы говорим о разуме чем отличается разум правильно разум страсти разум страсти он подобен в одессе он видит объект чувств это мое счастье он видит в этом счастье он привязывается к нему и думает что вот это и есть смотрите в чем разница на самом деле разум благости он тоже материальный но он отказывается от своей сам от себя отказывается разум благости открываю человек я хочу материального счастья но это не правильно потому что в писании говорится что так не надо действовать разум благости отказывается сам от себя разуми материальную природу хочет наслаждаться жить для себя среда должна идти в мою пользу все должно быть для меня но разум благости это неправильно надо жить для других и он из чувства долга живет для от других. Он не испытывает счастья от этого, потому что счастье от бескорыстной деятельности испытывает только духовный разум. Понимаете? Разум благости отказывается. Это называется аскезой. Аскеза разума. Означает отказ от того знания, которое я имею. Я не хочу наслаждаться этим, не хочу наслаждаться тем, не хочу тем. Знание так говорит, не надо это делать. Разум благости так действует. Разум страсти как действует. Есть объект наслаждения? Очень хорошо. Давай. Но при этом я не хочу никому плохого ничего делать, потому что я хороший человек. Я на самом деле чистый, преданный, все. У меня все хорошие качества характера есть. Разум благости закрывает разум страсти, закрывает голос совести. Он говорит, так, совесть, иди отсюда. На самом деле я хороший, все. Все хорошо. Я хочу быть счастливым, поэтому он станет меня. Все. Я хороший. Вот разум благости говорит, совесть, скажи мне мои недостатки, пожалуйста. Я их не знаю. Пожалуйста, скажи мне. Дай мне знания о них. Разум благости так. Он отвергает свою природу. Разум благости на самоуничтожение направлен. Он говорит, все мое знание это ерунда. Я ничего не знаю на самом деле. Только Писание знает. Я ничего не знаю. Разум благости направлен на самоуничтожение. Разум неверсти чем от разума страсти отличается. Разум в страсти, разум в неверстве, в чем разница заключается? Тем, что все, разум в страсти, он понимает, что я не хочу никакого плохого ничего делать, а разум в страсти, он говорит, вот мое счастье, и мне там наплевать на всех. Разум в страсти, он считает знания, которые он имеет, он считает это знание, которое принесет всем счастье, всем благо. Разум в страсти говорит, на самом деле моя жизнь направлена для вас, я вам делаю процветание на земле, я вам хочу сделать пользу. Ученый в страсти, который действует, он изобретает микроволновую печь, он говорит, люди, смотрите, я вам даю эту печь, но оцените, пожалуйста, по достоинству и заплатите мне столько, сколько она стоит на самом деле. Люди, я для вас это делаю, поэтому вы должны, вы должны меня отблагодарить, пожалуйста, я для вас трудился, пожалуйста. То есть он не понимает, что он корыстно действует, ну кажется, что это просто награда, приходят награды и все, но он живет-то для награды, разум в страсти. Он считает себя на самом деле хорошим, разум в страсти считает, что он действует во имя, во благо всех, а разум в невежестве так не считает. Он говорит, а мне наплевать на всех, я действую в свое благо только и все. Если ты будешь мне мешать, я тебя пригрохаю просто и все, у меня нет проблем с этим. Так действует разум в невежестве. Знание невежественное знание означает, есть только мое счастье, общего счастья не бывает. Есть только мое счастье и все, другого счастья не бывает. Понятно? Вопросы? А тогда духовный разум как действует? Духовный разум означает, что счастье бывает только в служении. Не в плодах служения, не в результатах служения, не в духовном мире, не в там, не в сям, не здесь. Нигде нет счастья только в служении. В самом процессе служения есть счастье. Больше нигде нет счастья. Так действует духовный разум. А вот садома, она является процессом служения? Да. Садома это уже деятельность духовного разума. То есть я действую, это даже деятельность благостного разума. Я действую согласно писаниям. Я буду делать так, мне наплевать, что хочет мое тело. А еще с другой стороны есть такое, что действовать ради того, чтобы действовать следовать ради того, чтобы следовать. Нет, еще раз повторяю. Благостный разум руководствуется священным писаниями. Он не следует ради того, чтобы следовать, он следует ради того, чтобы выполнить священное писание, чтобы очиститься. Понятно? Следовать ради того, чтобы следовать, это гуна страсть. Гуна благости означает, я хочу спать, но в священное писание, говорит, надо утром вставать. Мы не создаем новую философию, которая говорит, на самом деле, мне в моем индивидуальном, в моем случае, и надо спать больше. Это называется новой философией. Это означает гуна страсти. Мы говорим, надо вставать рано и все. Хоть умри, надо вставать вовремя. Надо кушать вовремя, надо ложиться спать вовремя, надо джабу читать полностью, все 16 кругов сразу. Так говорят Писания. Все. Гуру так говорит. Не надо заниматься сексом, кроме зачатия детей. Не надо есть мясо, не надо есть пищу, которую готовят кормить. Не надо курить, не надо пить. Все. Если я говорю, в моем конкретном случае, я могу выпить. Это новая философия. Это не означает гуна благости, это означает гуну страсти. Гуна страсти попирает голос совести. Голос совести и шастра это одно и то же. Человек понимает, что он сам свою совесть не может понять полностью, поэтому он руководствуется внешним атрибутом совести, это шастры. Он начинает сверять, видит, что это то, что здесь написано, действительно мне дорого. Это по моему сердцу, я согласен со всем с этим. Поэтому он все, что в своей жизни делает, он сверяет уже совсем полностью. Он принимает сначала в целом шастры, а потом их тонкости тоже начинает изучать и принимать, даже которые он не знает. Он просто принимает в целом и все. Это означает разум благости. Он говорит, я не буду вот это вот делать, потому что это на самом деле не является знанием. Хоть я и хочу делать так, но это не является знанием. это деятельность благости. Есть такой элемент, когда человек думает, что мое счастье зависит, как бы счастье зависит от моего служения, а на остальных мне как бы набивать. Что бывает? Ну, это примесь имперсонализма. Разум находится в благости, но примесь имперсонализма есть. Имперсонализм означает сухость сердца, холод или как бы склонность к... Как бы называть... Господь читая имперсоналиста называл убийцами души. То есть те, которые убивают в себе способность даже почувствовать вот это вот нектар счастья, взаимоотношения, гармонии. То есть от моего служения Богу, да? А с другой стороны, как бы на остальных мне плевать. Это имперсонализм. Означает нет чуткости сердца. То есть ты не чувствуешь страдания живых существ. Это имперсонализм. Желание освобождения, оно рождает такое чувство. Мне все равно, что там со всеми остальными будет. Имперсоналист не способен стать бактой, пока он не очистит сердце от имперсонализма. Потому что чуткость сердца, она одинаковая чуткость, одинаковая, что к Богу, что к живым существам. Даже человек, служа Богу, должен очистить сердце от имперсонализма. Потому что он же не сможет понять желание Бога, если он не понимает желание живых существ. Разницы же нет. И те имеют духовную природу, и тот имеет духовную природу. Понятно? Поэтому человек имперсоналист должен действовать на благо всех. Если в сердце есть имперсонализм, сухость сердца, если есть, надо на благо всех жить. Иначе невозможно преданным служением заниматься. Мы не используем их, мы им служим. Я имею в виду, что это ситуация сама. Ситуация такая, что мы поднимаем прибежище преданных, мы не используем их. Если мы начинаем их использовать, то мы тогда получаем деятельность в гоне страсти или в гоне невежества. Мы должны служить преданным. Если мы им используем, мы думаем, классно, я здесь устроился, У меня все есть, чуть-чуть служения и много наслаждения потом. Я имею в виду, что именно использовать служителей, их для служения имиджа, чтобы развести наслаждение. Нет, все равно, как ни крути, использование означает гоностральность. Принять прибежище, не использовать, принять прибежище. Служить, а не вы, Господин. Просто они ближе к нам, чем Господь, поэтому мы... Служить, чтобы добиться своего, это означает гоно благости. В данном случае. Но если, смотря чего ты хочешь добиться, если ты хочешь добиться самоосознания, это гоно благости. Если ты хочешь добиться материальных плодов, это гоно страсти. В любом случае человек должен просто служить и испытывать счастье от служения. Но крип она не позволяет, скупость сердца не позволяет. Она говорит, ну чего-то же надо иметь от этого. В любом случае, это уже гоно благости. Человек, который крип она, он должен хотя бы сказать, я хочу иметь духовное знание от всего этого. Я хочу иметь знание, понимание вещей. По крайней мере, так можно скупость сердца свою, как бы, скрасить немножко. А если человек чего-то другого хочет, тогда совсем проблема большая. Это уже гоно страсти. Скупость сердца не дает счастливому человеку. Такой вопрос. Вы сказали, что духовный разум – это когда человек испытывает счастье именно от служения. Да. А если так получается, что, ну, как бы, ему кажется, что это преданное служение. Там, служение преданному, это оказывается не служением преданному, просто обычным людям, да? И он от этого тоже испытывает счастье. Даже служение обычным людям – это очень высокий уровень сознания. Человек, который бескорыстно служит обычным людям, рано или поздно станет преданным. Вопрос только времени. Поэтому нет причин отказываться от служения обычным людям. Человек может служить обычным людям, но он постепенно поймет, что такое для них является настоящим служением. Просто заменить одну клизму на другую – это не служение. Надо понять, как очистить организм. Если ты даешь человеку материальные блага, все увеличивающиеся, наслаждаешь его чувства материальные – это не служение, это толкание его в пропасть. По-настоящему честный человек поймет, что служение людям означает давать им знания, которые очистят их. Поэтому в чем заключается служение, если ты просто наслаждаешь их чувства, но отдавать им знания? Нет, это я понимаю. Я имею в виду, что если просто происходит какая-то ошибка, то есть человек сначала ему казалось, что это преданное служение, а потом выяснилось, что нет. То есть что в этот момент с ним происходит? Постигает истину человек таким образом. Нам всегда кажется, что это преданное служение, а потом оказывается, что нет. Мы как бы передвигаемся с одной ступени на другую. Таким образом ничего плохого не происходит. Все хорошо. То есть мы ошибались сначала, потом меньше ошибаемся. Дальше еще меньше будем ошибаться. Все нормально, идет процесс. Не надо беспокоиться по этому поводу. По поводу своих прошлых ошибок. Вон из страсти заставляет человека думать, что я такой крутой, я не должен ошибаться на самом деле. Когда человек в страсти ошибается, он думает, о, блин, или я не ошибаюсь, или я не крутой. Одно из двух. И в любом случае он как бы испытывает проблемы. Он уже понимает, что он ошибается, но ему не хочется считать себя не крутым. Человек в благости, он понимает, что крутизны никакой нет. Надо просто выживать в этом мире. Надо пытаться постичь истину, пытаться спастись от страсти, невежества и благости. Служение спасает нас. Поэтому человек, на самом деле, который находится в благости, он не считает себя очень каким-то большим, выдающимся. Он готов ошибаться, терпеть поражение. Он знает, что этот процесс требует именно таких вещей. Что я на самом деле делал глупости, ничего страшного, этот процесс требует этого. Мы не сможем сразу чисто действовать на духовной платформе. Поэтому человек в благости не скупится действовать. Он знает, я действую для Бога. Пусть сейчас ошибаюсь, ничего страшного. Потом я буду меньше ошибаться. Если меня осудят, ничего страшного, опять же, это по моей карме положено. Пускай что-то осуждает. Осуждают те, кто ничего не делает. Те, кто что-то делают, понимают, как тяжело делать. Поэтому они не осуждают. Допустим, два студента. Один теоретически изучает аппендицит. Другой уже перешел к практике. Он перешел к практике, сделал аппендицит. Пациент там чуть не умер. Осложнения большие. Он старался, но ничего не получилось. Хирург главный сказал, ну ничего, куда деваться, такова жизнь. Студент, который изучает теоретически, говорит, на самом деле ты двоечник. Потому что ты не смог сделать операцию нормально. Надо было изучать материал лучше. Вот я сейчас изучаю материал хорошо. И я сделаю лучше операцию. Потом он изучит весь материал досконально. Он будет разрезать живот на этому пациенту. А у того просто сердце возьмет и откажет. Само. Он будет все делать правильно. А результат-то зависит только от Бога. Сердце отказало. И он говорит, на самом деле я делал все хорошо. И просто у него сердце отказало. Мне не повезло. А другой молодой студент, который посмотрит на него и скажет, ты плохо изучал теорию на самом деле. Понимаете? Человек крипанный, они постоянно осуждают всех. Они сами пока не делают ничего, они осуждают. Он говорит, почему ты, Прабу, почему ты полностью не предался Богу? Почему ты в полной преданности состоянии не находишься, а? Возьми, предайся просто. И у них один ответ. То есть, если ты, допустим, спрашиваешь его, Крипану, спрашиваешь его, ну что мне делать в таком случае? Он говорит, просто предайся Кришне полностью, все. А ты не можешь, я говорю, я не могу. Он говорит, твои проблемы. Полностью предайся Кришне и все. Понимаете? Человек, который действительно предается Кришне, он помогает, он понимает, как это трудно. Поэтому Гуру говорит, ну не можешь полностью предаться, сделай вот так-то, делай так-то, живи так-то. Это тоже хорошо, здорово, давай. Молодец, это круто. Он говорит, это круто, это подвиг на самом деле. Крипана, который не понимает даже, что такое предание, он говорит, жена Майя, дети Майя, это Майя, это Майя, это работа Майя, просто живи в храме. Здесь смотри, как хорошо. Здесь нас кормят, здесь нас одевают, здесь хорошо, мы наслаждаемся, здесь вы там страдаете. Пойдем наслаждаться в храм. Я жену бросил, детей бросил, от бабушки ушел, от дедушки ушел. Вот от тебя, Кришна, я, конечно, тоже уйду, нет проблем. Это имперсоналист. Имперсоналист, он хочет найти выгодные условия, чтобы ничего не делать. И он всех осуждает, имперсоналисты, так как они не работали над собой никогда, они просто отрекались. Отрекаться же очень просто, если суковое сердце. Взял от всего, отрекся, все, ничего не надо. Все, я наслаждаюсь здесь в храме. Все мне должны, этот должен, давай мне деньги, этот должен, давайте мне все деньги на духовную жизнь. Вы обязаны мне давать. Все должны, я никому не должен, потому что я постигаю абсолютную истину. Я никому ничего не должен, я наслаждаюсь. Если вы хотите жить хорошо, приходите в храм и тоже наслаждайтесь вместе со мной. Это крипаны. Они не останутся долго в храме, потому что плохой хороший период, когда можно наслаждаться просто тем, что ты живешь. Кончится и начнет глючить изнутри, и захочется жениться, туда-сюда потянет. Эти люди из храма убегают, как тараканы после морки. А человек, который действительно в храм пришел для постижения истины, он секунды не тратит для того, чтобы удовлетворять себя. Он служит постоянно людям, Богу служит. Он весь служение, он хочет жить для служения. Такой человек никогда не уйдет из духовного места, он всегда там останется. Даже если его пригнет, и он женится потом, он все равно будет ходить в храм и служение там выполнять. А если у него не будет возможности, то он все равно будет делать какой-то материальной деятельностью, заниматься. И все равно будет в храм жертвовать деньги. А если у него этого возможности не будет, он хотя бы будет проповедовать, людей собирать. Рассказать, как надо правильно жить на эти деньги, которые у него будут оставаться. Он все равно не просит преданное служение. Будет что-то для Бога делать. Крипана он ничего не будет делать. Он скажет, на самом деле я для Бога делаю то, что я поддерживаю себе свою жизнь. Потому что я преданный, мне нужно жить. Поэтому я распространяю картины, деньги все получаю себе, это я делаю для Бога. Потому что когда я покупаю на эти деньги дом, квартиру, имущество, богатство, я на самом деле это делаю для Бога все, потому что я преданный. У меня здесь алтарь стоит, я это для Бога делаю, вот здесь у меня алтарь, вот я предлагаю пищу, сам съедаю все. Это все для Бога делается. Я работаю для Бога, увеличиваю свое богатство, это все для Бога делается. С предными общаться нет смысла, почему? Потому что они меня не понимают. Они занимаются глупостями там, не понимают, что я на самом деле чистый предный, только все для Бога делаю. Все только для Бога. Понимаете, скупец, скупость сердца не дает служить кому-либо. Человек обманывает сам себя. Он никому ничего не хочет сделать. Ему даже жалко оторвать от себя хоть что-то. К нему преданный на просад приходит, придет, он скажет, извини, у меня просада только одна порция на меня. Я готовлю только одну порцию на себя только. У меня нет больше просадов. Ну воды хотя бы дай. В следующий раз я сейчас занят. Какие вопросы еще? А что приводит к гуну? Спасибо, как бороться. Что приводит? Просто гуны. Карма приводит. То есть мы живем в гунах. У нас много жизней было в прошлом. Приходит время, и нас засасывает эта сила, невежество или страсть. Нам хочется материального счастья, хочется жену, во что-то не стало. Или мужа. Дайте мне мужа. Мужа я хочу, там, толстый или тонкий, это все равно. Там песня есть такая. Желание приводит? Да, возникают сильные желания. И веды говорят, нет проблем. Нет проблем. Хочешь жену? Возьми жену. Используй сознание Кришны. Что-то пускай поклоняется Богу дома. Хочешь то? Хочешь квартиру? Нет проблем. Хочешь деньги? Хочешь завод? Нет проблем. Хочешь то? Нет проблем. Все делай для Бога. И Бога означает, плоды себе не оставляй. Сколько чуть-чуть насытился, остальное Богу отдавай. Не думай о будущем. Скупцы думают, а, деньги отдам все, потом мне расширения производства не будет. Вот. Иди отдавай в храм. Отдавай в храм. Чуть-чуть оставляй себе, можешь на расширение оставить. Если ты думаешь, что это поможет тебе больше денег в храм отдавать. Если тебе не поможет, ты отдаешь столько же, а расширяешь производство. Это скупец. То есть фактически вопрос, главное, что это вопрос мотивации. Да. И он настроение. Да. Результат. Какой результат? Можно по результату судить. Если человек все делает, но он ничего не отдает, значит он скупец. Он думает, что он Богу служит. На самом деле он себе служит. Как преодолеть это все? Только одним способом. Надо общаться с преданными. А чистить свой разум другим вкусом к счастью. Больше с преданными быть вместе. Что мешает быть с преданными? Зависть. Зависть говорит, на самом деле они тебя постоянно обвиняют в чем-то. Ты же лучше. Почему ты с ними будешь общаться? Они постоянно ругаются там на лекциях. Кошки, собаки говорят. Надо не ходить туда. Они постоянно плохие, нехорошие. Зависть мешает. Потому что у преданных разум направлен на что? На уничтожение своего материального счастья. На то, чтобы духовное счастье привить. Поэтому и идет такое обсуждение, что материальная жизнь не приносит страданий. Скупцы боятся этого обсуждения. Они не хотят, чтобы больно разуму было. Понимаете? Постоянно общаться с преданными надо в храме жить тогда? Нет, не обязательно. А как? Достаточно делать служение для преданных. Преданных как пчелы летят на просаду. Представьте ситуацию, что маленькая деревушка какая-то, человек какой-то приехал предан, да? И не вокруг никого вообще преданных. Это вокруг одни скупцы. Как мы будем? Он начинает поклоняться Кришне, приглашает всех покушать. В результате через месяц появляются преданные. Парасадов кормят на всех, да? Я знаю такие примеры. Человек в деревне живет один. В Барнауле есть деревня под Барнаулом. Он всех парасадов кормил, сейчас там преданные появились. Он с ними общается. Сказ. Преданного никогда нет проблем. Ни в чем. Кришна устраивает счастливую духовную жизнь. Любых ситуаций. Они здесь построили дом для преданных. Преданных здесь делай подешевле цены. Служение о преданных просад готовят. Здесь дают им возможность как-то отдохнуть от своей жизни. Никакого не было вокруг. Все съехались. Это факт стопроцентный. Кришна удаст возможность общения. Ума настроение важно, но нужно правильно. Вы как сюда приехали? Случайно. Мы тоже случайно. Не случайно. У нас все не случайно происходит. Лично устраивает. Мы узнали как-то именно об этом месте. А мы-то не знали даже. Мы тоже не знали. Мы просто у нас две недели в свободном времени осталось от программы. И мы думаем, что делать? Надо отдохнуть, уже устали. Где отдыхать не знаем. Начали по Киевской ядре ходить спрашивать, где вот есть место, где преданные на юге там можно, чтобы с ними там, чтобы не с корме отдыхать. И нам сказали. Мы приехали. Мы-то и этого не знали. Даже не знали, что здесь есть преданные. Ну вот видите. Мы правда узнали. Ну нам было ответ. Первое. Ну ладно, Харе Кришна, дорогие преданные. Чего-то пада ки-джаи. Чего-то сконки-джаи. Потому что в храме, когда преданные жили, например, у них была какая-то такая определенная волна самопожертвования. Потом, когда так сказать, переженились там, и как бы начали такие качества проявляться, ну, жадность там, например. То есть человек вроде бы живет для других, там, пытается проповедовать, но это, ну, так сильно разошло. Причина тому заключается в том, что люди, женившись, не понимают, как взаимодействовать мужское и женское тело. Они понимают, что просто глядя на свою жену, уже увеличивается ложное эго у тебя в теле. Во всех проявлениях твоего ложного эго увеличится. Просто ты глядишь на жену, смотришь на объект, просто на жену смотришь, мое, на жену смотришь, на ребенка смотришь, и уже вожделение начинает возрастать, от этого жадность начинает увеличить. Сама по себе. Ее не надо взращивать. Она сама увеличивается. Поэтому и грехаском означает жизнь грехаска, ажерин, постоянно аскезы, постоянно отдавать, противостоять вот этому все возрастающему к осквернению между мужчиной и женщиной, которая является врагом, она отгораживает, это мои друзья, это мои враги, и начинает, семей и семью завел, все, эти предные со мной, они мои друзья, моя намахата. Вот, эти все враги, они пускают свою намахату, делают, это враги, не наши. Ко мне кто ходит, это мои друзья, если он ходит еще в другую намахату, значит, он уже как бы кандидат на отчисление из нашей намахаты, он предал нас на самом деле. Это действует с позиции, это на самом деле вожделение так действует, оно заставляет греха считать мое, у них очень сильное, поэтому надо жертвовать всех постоянно, с пожертвованием заниматься. Это очищает сознание, и дело приносит счастье. Есть три этапа развития жадности в семье или вожделении. Первый этап охарактеризуется тем, что от людей отворачиваются их друзья, значит, они на первом этапе жадности находятся. Я говорю классификацию последствий, а не классификацию самой жадности. Ну да, последствия, в принципе, это уважение даже. Второй этап, когда жадность еще больше увеличивается, то на производстве действия, где грехаско действует, у него появляются сильные проблемы в взаимоотношениях. И третий этап, они уже начинают не любить друг друга, то есть, начинают придираться друг к другу, ты для меня, и это он характеризуется тем, в семье, что супруги поставили вот так спорить. Если ты для меня вот это сделаешь, то я для тебя вот это вот обязательно сделаю, а пока ты для меня вот это не сделаешь, я для тебя делать не буду. Это означает, что их жадность уже достигла апогея. И плодом вот этого достижения апогея заключается в том, что дети вырастают очень злыми, эгоистичными и совершенно непереносимыми живыми существами, приносят очень много страданий. То есть, первое, отворачиваются друзья, второе, отворачиваются сотрудники, третье, отворачиваются дети. Это значит, что очень жадная, крипанная, очень жадная семья. А лицемерие, что это, какой процесс, что это происходит? Человек даже может быть... Лицемерие означает... Понимает, как бы все эти вопросы, там жадность, там все дела, но он лицемерый, ему нравится, например, играть в его как будто. Лицемерие означает, недостаточно, недостаточно много выполняет свои обязанности, недостаточно много практической деятельности. То есть, человек, который практически... Лицемерие означает слабый разум. Он готов принять, но у него нет сил, как бы внутри принять. Он внешне принимает, а внутри нет лицемерия. Если человек очень сильно выполняет свои обязанности, у него увеличивается сила разума. Выполнение своих обязанностей увеличивает силу разума. Тогда лицемерие постепенно проходит. У нас у всех есть лицемерие в той иной степени. Мы же не постоянно думаем о Крешне, это тоже лицемерие. Мы об этом говорим, но сами постоянно не думаем, это тоже лицемерие. Поэтому лицемера не стоит обвинять очень сильно, потому что мы все лицемерим. Надо просто принять тот факт, что постепенно человек, который выполняет сильно, старается выполнять свои обязанности, у него лицемерие начинает гасить, гаснуть. И он более трезво смотрит уже на мир. Но это тот, кто хочет исправить свои обязанности. А если вот просто, ну я как бы все время слышу, как происходит. Есть у преданных, то есть они не переносят, например, друг с другом, но они выходят и мупаются друг с другом. Прям такое со стороны ощущение, что они не такие, прям если вот человек ну как бы не знает это все внутреннюю... Согласно. Я понял. Согласно вот этой вайшнавской философии следует разобравшись... Разобравшись с деятельностью ложного эго, человек должен понять, что такое дурное общение и что такое хорошее, позитивное общение. Если ложное эго присутствует в общении, это еще не значит, что оно дурное, потому что от него сразу не избавишься. Дурное общение означает общение, при котором нет желания избавиться от эгоизма. Если, допустим, само при себе эгоистические настрой в группе людей, у кого-то, вызывает автоматический эгоистический настрой всех остальных и оскверняет атмосферу. Если человек даже настроен эгоистично, понимает свой недостаток и раскаивается постоянно в нем, это не является негативным общением. В том же случае, если человек ведет себя эгоистично и при этом не хочет избавиться от этой проблемы, он разрушает всю духовную жизнь всех окружающих его людей. Поэтому люди, которые находятся рядом с ним, должны отвергнуть его общение. Таким людям можно поведать, допустим, со стороны, но в своем коллективе, внутри коллективе за донзу надо всегда выдергивать. Поэтому человек, который ведет себя лицеменно, не хочет исправляться, и он как бы именит достатки, при этом юлит постоянно, такого человека надо выдергивать как за донзу и выбрасывать. Потому что он, на самом деле, принесет этой группе только одни страдания. Потому что он является дурным примером. И постепенно этот дурной пример заразит всех. Я просто, знаете, вот как, почему я этот вопрос поднял? Потому что если вы говорите, что избавиться от общения, а если это лидер, например, как вот он распространяет, например, свое ложное эго на окружающих, и все как бы это принимают, то есть это такое же самое состояние внутреннее. Надо сменить лидера, значит. Здесь как бы нет никаких вариантов. Дурное общение и избирное общение, оно как яд. А политика, то есть власть и так далее, и тому подобное? Это уже тогда другой вопрос. Можно пойти на какие-то компромиссы, но не надо считать себя как бы, что ты принадлежишь полностью. Не надо строить долгосрочные планы с этим человеком. Есть какие-то ситуации, когда нет денег, надо жить, надо что-то делать? Как вы знаете, когда у человека маленькое лужное, когда он не имеет как бы власти, то есть оно распространяется на какое-то там небольшое количество. В любом случае мы должны в таких ситуациях, когда мы друг без друга жить не можем, когда супруги или очень тесные производственные отношения, мы должны пытаться начать искренне служить этому человеку, который не хочет как бы быть, ну мы должны совершить подвиг попытаться. Мы должны искренне местать сами и вывести его на чистую воду, чтобы он увидел разницу между мной. Если он не сделает выводов даже после этого, то ты по карме уже освобождаешься от обязанностей перед ним. У меня такие случаи тоже были. Ты изо всей силы струтишься для того человека, который как бы ведет себя эгоистично и когда ты, он уже сам признал, что ты, он не может как бы быть таким, как ты, тогда можешь его оставить. Потому что это означает поражение уже. То есть ты карму свою покой отрабатываешь. он не просто признал, что не может, я хочу, но не могу. Он говорит, просто я не могу и не буду, потому что я не могу из-за нее. Когда хочу на немам, это как? Это хорошо. А знаете, еще один, это хорошо. Это и есть наша жизнь. Хочу, но не могу, это наша жизнь. Мы должны радоваться тем, кто хочет, но не может. Это не самообман. Нет, нет, даже думать, что ты хочешь, это уже не самообман. Даже думать, что ты хочешь, это желание можно увеличивать. Еще такой вопрос, я просто не закончил мысль, чтобы докопаться до истины. Если, например, лидер, который находится, порождает группы людей, такие как он сам. И они вокруг этих людей начинают жить. Получается одно распространено себе в разные другие, и эта схема начинает работать. Так оно и бывает всегда. А если в процессе преданного служения это происходит? Такое бывает в процессе преданного служения. Я имею в виду, что Кришна это как-то расставит на свои места в лидерах или так далее. Личность, которая сможет это все изменить. Конечно. Но не надо думать, что именно эта группа людей будет процветать. Надо найти себе группу людей, которые склонны заниматься самосовершенствами. Кто такие преданные? Те, кто склонны заниматься самосовершенствами. Если они склонны заниматься чем-то другим, это как бы нельзя их назвать бактами. Это просто благочестивые люди, которые мантры повторяют. В Индии таких очень много. Есть много людей в Индии, которые занимаются тем, что они жертвуют храм, повторяют мантры. Но если ему сказать, что надо избавляться от привязанности, что у тебя есть недостатки. Он скажет, я тогда тебе больше жертв не буду. Ты меня не уважаешь. Отлично. А еще другой вопрос. Мы как бы пытаемся в процессе преданного служения достичь каких-то качеств. Там сострадание и так далее и тому подобное. А что, почему в храмах именно происходят такие вещи, что когда преданные там именно, ну не юбакты, там достигли какого-то уровня, потом начинают болеть, к ним вообще никакого отношения нет. То есть люди не испытывают к ним никакой боли. Само пребывание в храме не означает присутствие преданного служения. Следует понять, что ложное отречение рождает имперсонализм, сухость сердца, каменное сердце. Если в храме преобладает ложное отречение, то есть люди как фанатики действуют, не понимая, что объектом их деятельности является их собственная природа. Если они пытаются развить все сострадания, доброту по отношению к тем людям, которые находятся вокруг них. Если они действуют ради результата, то есть находясь в гуне страсти, думая, что распространяя книги, там печа торты всем распространяя, там они таким образом достигают чистого бахта. Если они бросаются большими лозунгами, но при этом пренебрегают друг другом, это просто сборище имперсоналистов, которые рано или поздно разойдутся, потому что в таком состоянии долго существовать невозможно. Это просто чрезмерные аскезы, больные желудки, больная психика, все разрушается. Большинство людей сейчас имперсоналисты, мы ничего не сможем сделать, это не значит, что они бхатхи йогой не занимаются, просто пока уровень сознания такой, ничего не сделаешь. Но есть храмы, где очень личностный подход друг к другу, я видел такие храмы, там все процветают, там все счастливы, преданное служение процветает, люди процветают, все хорошо. Я не был, но я знаю, я много слышал об этом, там личностный подход, все счастливы, все хотят туда, но не все способны так жить, как они. Это надо не быть крипаной, надо самому жертву, надо саму жить для друг друга. Он очень строг тем, кто ведется эгоистично, он очень строг, все говорят об этом. Он не терпит, когда ракмачарий не выполняет своих обязанностей, с грекарской не выполняет, с грекарской не хотят жертвовать храму, он не хочет иметь дело с такими людьми, зачем ему нужны скупцы? Если хочешь быть скупцом, иди к скупцам и отращайся там, какие проблемы с этими скупцами? Он сам дает пример преданное служение и дает, вдохновляет другие действия. Важен ли такой пример, как говорится, что чистое сознание люди, это подобно как лебедям и воронам, то есть они находят места именно где они получают любые действия? Конечно, так и будет, так будет всегда. Поэтому важность вот этой темы, о которой я сейчас говорил, заключается в том, что человек не должен строить сантименты по поводу близкого общения. И по поводу проповеди можно строить тысячи сантиментов и прощать людям любое поведение. Проповедуя святое имя, мы должны им давать возможность даже самым эгоистичным настроенным людям. Но по поводу близкого общения никаких сантиментов не должно быть. Если человек не склонен очищать свое сознание и занимается самоконтролем, он не склонен к прогрессу, его надо свое общество отвергнуть без всяких сантиментов. В этом заключается знание, потому что иначе ты сам отравишься, потому что сложное эго это враг. Он уничтожает все. Если ты так знаешь, то ты знаешь, что тебя тоже общество отвергнет. Если ты будешь жить по-другому, это вызывает обязательность у человека. Вам нахали Кришна, уже поздно. Шиши горни тайки и чая, шиши, пады бахтабы. КОНЕЦ Продолжение следует...